привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня мы обсудим один животрепещущий вопрос на который как выяснилось не все люди могут ясно ответить почему спутники не падают на землю а правильный ответ если его сформулировать совсем кратко таков спутники все время падают на землю просто они не успевают на нее упасть до конца а вот если бы земля была плоская они сферическая то спутники бы на такую землю обязательно падали и мы сейчас посчитаем как это происходит и для простоты расчетов я буду считать что ускорение свободного падения над плоской землей постоянно и равно 10 метров в секунду за секунду пусть спутник в данный момент летит горизонтально на высоте 200 километров со скоростью 8 километров в секунду чтобы узнать время падения тела с высоты h воспользуемся формулой h равняется же т квадрат пополам отсюда т равняется корню из 2h делить на же и для наших данных это время составляет 200 секунд за это время спутник успеет пролететь по горизонтали 1600 километров и врежется в землю если во всей этой истории пренебречь сопротивлением воздуха а теперь мы легко поймем почему спутник не падает на сферическую землю он на нее все время падает но его скорость подобрана так что насколько вниз уходит спутник настолько же закругляется и земля так что падая на землю спутник все время остается на одной и той же высоте над ней эту же идею мы видим и на рисунке из математических начал натуральной философии исаака ньютона если стрелять из пушки горизонтально с высокой горы ну и при этом не учитывать в нашей модели сопротивления воздуха то при небольшой скорости вылетающего ядра она упадет недалеко от горы если скорость будет больше она упадет дальше и так далее она начнет падать уже пройдя заметную часть дуги окружности а при какой-то скорости он просто облетит всю землю вернется обратно и будет летать по кругу дальше и такая скорость называется первой космической скоростью конечно у нас они есть отдельный ролик мы рекомендуем вам его посмотреть но величину этой скорости мы и сейчас с вами посчитаем для простоты я буду считать что спутник летает низко над землей и радиус его круговой орбиты близок к радиусу земли 6400 километров земное тяготение сообщает спутнику центра стремительное ускорение в квадрат делить на р и оно равно ускорению с которым спутник падает на землю причем я буду считать что на низкой орбите она почти не отличается от ускорения свободного падения g на поверхности земли отсюда величина первой космической скорости равна квадратному корню из же р что составляет 7 целых девять десятых километров в секунду и теперь то вы точно сумеете объяснить почему спутник не падает на землю все время падая на нее а еще у вас появился новый аргумент для безнадежных дискуссий с плоскоземельцами спасибо вам за внимание